Привет, мои золотые! Привет! Сегодня у нас новый челлендж! Рогатковая пицца! Что значит рогатковая пицца? Я вижу только заготовку для пиццы. Я вообще-то не против поесть пиццы, но только я не знаю, что такое рогатковая. Объясни нам. Видишь эту рогатку? Да. Она сейчас полетит в тему. Нет, не надо. Так вообще-то и без глаза можно остаться. Я знаю, я эксперт в рогатках. Откуда ты эксперт в рогатках? Я всё детство из рогатки стрелял по яблокам. А чё по яблокам? Ну, они были гнилые. И что? Их надо было отстреливать. Я их наказывал. Я их наказывал. Они были гнилые, я их наказывал. И я за это всё время стал экспертом по рогатке. Ничего себе. Это мы проверим. Сегодня мы для нашей пиццы будем отстреливать ингредиенты. У нас будет в стаканчиках стоять ингредиенты. И мы будем из рогатки отстреливать. Кто какой ингредиент отстрелит, тот и получает. Рогатка вообще-то не игрушка в женских руках. Это серьёзное оружие. Против тебя. Итак, ребята, объявляю раунд номер один. И мы идём отстреливать первые ингредиенты. Да. Идём. Так, ну чё? Хорошо? Я вывью сейчас самый вкусный. Сейчас я тебя в лоб вывью. Не надо, не надо. Я вообще-то не твоя мишень, понятно? Твоя мишень, самый невкусный ингредиент. Это твоя мишень, понятно? Давай. Раз, два, три. Видишь? Я стреляю. Смотри, видишь? Что это стрельно тебе в лоб? Смотри, сейчас я выбиваю самые вкусные ингредиенты. Какие это? Я мастер стрельбы из рогатки вообще-то. Если ты не в курсе, я в детстве по яблокам стрелял. Я научился, я стал экспертом. Молодец. Ну так и что ты целишься? Смотри, я целюсь. Тот стаканчик, который упадёт, вот в него я и целился. Понятно? Понятно. Сейчас выпью себе лакомую колбаску. Ну конечно, я так и знала, что ты будешь целиться в колбасу. Какая пицца без колбасы? Поэтому смотри, я поставила рыбу и горчицу вокруг колбасы. Слышишь, вот это ты хитрую расстановку там не сделала. Что это за расстановка? Я надеюсь, ты горчичку выбьешь или рыбку. Я не собираюсь здесь пиццу с горчицей, слышишь? Я стреляю по колбасе. Рыбу, рыбу, рыбу. Тихо, тихо, я должен сосредоточиться. Мои маслины забрал! Мои маслины забрал! Зачем мне маслины, Зай? Я не хочу маслины. Так, я бы конечно выбила бы твою колбасу, чтобы она тебе не досталась. Но честно говоря, первым слоем я бы хотела кетчуп. Давай так, если ты выбиваешь колбасу, я могу её тебе поменять. Да, конечно. Но я буду целиться в кетчуп, потому что я хочу первым делом кетчупом пиццу намазать. Я не понимаю, ты глупенький, но ты хотел зарезервировать себе колбасу, наверное. Да? Что ты промазала? Всё, ты промазала, а ты останешься без ингредиентов. Не умничай. У меня есть ещё. Ты без ингредиентов, всё. У меня ещё попытки, не умничай. Слышишь? Всё, ты второй раз промазала. Подожди, я ещё не наловчилась. А сколько у тебя должно быть попыток там, я не понимаю. Сколько у тебя попыток? Бесконечное множество. Бесконечное множество. Так, всё, три выстрела, ты остаёшься без ингредиентов. Всё, идём снимать. Да. Всё, без ингредиентов осталось. Ай, чуть вон, я же не тяну. Вот лоб бы не намазала себе на кетчуп. Вот можешь лоб себе намазать. Всё, ты промазала три раза. И что теперь? Это означает, что оппонент выбивает тебе ингредиент. Давай сюда, дорогая. Эй, нет, это я всё классно. Давай, я выпью тебе вкусненькую горчицу. Нет. Я выпью тебе вкусненькую горчицу. Давай, держи мои маслины. Выпей мне колбасу. Нет, будет тебе горчиться. Смотри. Блин. Сыр. Блин. Я не цырился в сыр. Слышишь, я не цырился в сыр. Давай сюда мой сыр. Нет. Давай так. Тебе маслины, у меня сыр. Давай. Что это? Давай, всё, я выпил себе сыр. Сыр выбил, слышишь? Спасибо за сырочек. Но ты мог мне сыр выбить последним, чтобы я притрусила свою пиццу? Что это за пицца и сыр внизу? Если бы я мог, я бы себе маслины не выбил. Ребята, оказывается, стрелять из рогатки, это вообще так сложно. Ни разу не попало. Ни разу. Я же говорю, не женское это дело. Вообще ни разу. Я думала, это очень легко. Я думала, я сейчас прицелюсь и выбью колбасу. А ну не. Хорошо, что я с глазами остался. Ты могла мне глаз выбить. Это точно. Ну, бери, бери маслинки. Я не очень хочу маслины. Я их не люблю. Бери, бери маслинки. Мы что, с косточками купили? Ой, тебе повезло. Они ещё и с косточками. Хоть с косточками, хоть без. Я их не очень люблю. Это уже твои трудности. Можно я добавлю буквально одну маслинку на пиццу? Что это? Ну, одну в центр. Знаешь, как вишенка. Да не, ну так не прикольно. Пицца будет у меня с вишенкой в виде маслинки в центре. Давай, это весело. Я не знаю, ничего весёлого. По-твоему, твоя пицца весёлая с одной маслинкой? Точно, слушай, это вместо кетчупа. Вот если я не выбью кетчуп, хотя я должна выбить кетчуп. Чего ты не сказала, что оно воняет? Чего это оно воняет? Маслины пахнут. Чего ты начинаешь? Оно воняет, как я не знаю что. Как что? Как, не знаю. Я не знаю, как что оно воняет. Я же сказал, как не знаю что. А зачем я его дюхаю и продолжаю дюхать дальше? Зачем? Я не знаю, без понятия. Слушай, вылови мне, пожалуйста, одну маслинку. Я не хочу туда палец макать, а то мне придётся его отрубить. Маслины не мои. Ну, пожалуйста. Слушай, тебе что сложно, что ли? Тебе сложно выловить мне одну маслинку в качестве вишенки на пиццу. Хватит. Хватит, ты что делаешь? Остановись. Остановитесь. Ты что творишь? Всё, хватит, не трёгай мою пиццу. А, подожди, руки надо вымазать. Ты что творишь? Это тебе не полотенце. Моя пицца не полотенце. Всё, этой рукой больше ко мне никогда не прикасается. Отрубить её теперь? Да, отруби, пожалуйста, себе эту руку. Она уже всё, она никогда не отмоется теперь. Ой, сколько у меня сыра вкусного. Слушай, это пицца наоборот. Ты когда-нибудь ел пиццу, где сыр тянется внизу прям. Ой, а можно я потом ещё сверху себе потру? Делай, что хочешь. Я выдал тебе сыр, поэтому он твой. Хорошо. Хочешь, я тебе ещё маслинок добавлю? Нет, спасибо, не надо. Всё, я готова ко второму раунду. Я тоже готова. Всё, подивай. Э-э-э, Алё, ты в прошлый раз был первый, теперь я первая. Всё. Так правильно, так я теперь первый всё время. Да, конечно, держи карман шире. Слышишь, случайно можешь выстрелить. Останусь без глаза. Да, но я всё-таки хочу себе кетчуп. Давай, выбивай горчицу. Горчицу. Разрешаю горчицу выпить. Первый проб. Давай, второй выстрел. Всё, всё. Один выстрел остался. Давай, один выстрел. Ты промажешь, промажешь, промажешь. Да, ты промазывала. Всё, теперь я. Блин, ну я не умею в ракетке стрелять. Сначала выбиваю тебе, да, а потом хожу сам. Правильно? Всё, тебе выбиваю, смотри. Мне колбасу. Нет, тебе будет горчица. Кукурузка. 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 Да елки-балки, ну. Давай, давай кукурузу. Вот она лежит. Я же говорю, что мастер стрельбы. Спасибо за кукурузку. Только я выбиваю не то, что хочу. Ой, у меня сыр кукурузка. Блин, у тебя такие вкусные ингредиенты уже, слушай. У тебя, походу, будет настоящая пицца. А у меня маслина, которую я не ем. Всё, выбиваю себе колбасу. Рыба. Какая рыба? Какая рыба? Тихо. Первый промо. Так, это была осечка. Рыба, рыба, рыба. Кого? Ты колбасу мой. Я же сказал, я сыграл колбаса моя. Как можно было между рыбой горчицей выпить колбасу? Это не так. Это может стрелять так только эксперт. Понятно? Понятно. Спасибо за кукурузку, зайчик. И сыр. Мне кукуруза. Ты меня так любишь. Спасибо себе большое. Всегда пожалуйста. Всегда пожалуйста. Но ты мог мне колбаску выпить тоже? Колбаску я оставил для себя. Довольствуйся кукурузкой. Скажи спасибо, что я в самый последний момент передумал тебе выбивать горчицу. В самый последний момент. Да, конечно, я передумал. Просто мячик соскочил. Нет, у меня всё под контролем. Конечно. Я мастер рогатки. Понимаешь? Нет. Я просто сжалился над тобой и выбил тебе кукурузку. Понимаешь? Я же знаю, как ты любишь кукурузку. Да. Ну а горчица? Ну кому она нужна от горчицы? То, что ты мастер рогатки. Потом себе её сама выпишь. То, что ты мастер рогатки, это безусловно. Потому что я не могу попасть, а ты попадаешь прям в то, что хочешь. Так, секундочку, я не понял. У нас здесь, походу, недосчёт. Недосчёт. Недочёт. У нас здесь недочёт одной колонки колбасы. А ты знаешь, за кого этот недочёт? Я утром её недосчиталась вообще-то. В смысле? В смысле? Ты ночью не начал? Я не ел утром ничего. Ты ночью ел под подушкой, пока я спала. Что, не помнишь, как ты ел? Я не помню, я ночью спал. Я ночью, я тебе говорю, я ночью спал. Тебе помощь нужна? Нужна. Очень нужна? Очень. Прям очень-очень. Ешь свою колбасу. Это да, это запрос. Как бы мне так не перемешивать колбасу с маслинами? Я ж не знаю, это твоя пицца, а не моя. Можно я маслины где-нибудь в уголку обособлю? Обособлю в уголке где-нибудь своей пиццы, мусорное такое место. Там будет всё, что я не люблю. А потом этот кусочек в пицце просто вот так вот чик-чик, и его не будет. Можно? Так, не мешай, шеф готовит. Посмотри, какая красота. Я понимаю, что у тебя красота. Мне же тоже хочется, чтобы у меня тоже хоть что-то получилось. И без ингредиентов, которые мне не нравятся. Что это за поползновение руки? Что это за поползновение руки, слышишь? Ну это очень странная пицца. У меня нормальная пицца, смотри. Тебе очень много колбасы. Всё на своём месте. У тебя много колбасы, она даже не в один ряд. Нет, нет, я могу поделиться с тобой маслинами. Нет, спасибо. Хочешь маслинку? Я хочу колбасу. Маслинку дам? Маслину дам? Нет, я хочу, чтобы у тебя побольше маслин был. Всё, я готова к третьему раунду. Я тоже готова. А что у тебя за перестановка? Просто расставляю колбасу покрасивее. Понятно. Это называется колбасный фэншуй на пицце. Так, всё, третий раунд. Стреляю первый я. Ну, стреляй по очереди. Что тут вкусненькое осталось? Чё, а кетчуп тебе не нужен? Кетчуп, ну, вообще нужен. И огурчик там рядом есть. И грибочек, смотри. Если что, могу промазать. И грибочек. По огурчику, не по кетчупу. Всё. Как? Элементарно, элементарно. Я не могу вообще ни в один стакан попасть. Как? Я сказал, выбив себе кетчуп. Я выбил кетчуп. На, выбивай. Твоя горчица вон стоит. Я помидорчик хочу или грибы. В горчицу стрелять. Нет, я грибы хочу. Можно? В рыбу хочу. Блин, я не хотела огурец. Это самое невкусное. Ты вообще стреляешь. У тебя прикошетило от стены. Ты чё? Я сейчас этот монет на слоумо поставлю. Слоумо в студию. Блин, ну я вообще-то не хотела огурец. Он мне вообще нужен. Ребята, я выбил кетчуп. Ребята, я первый раз во что-то вообще попала. И попала в огурец. Вот он мне нужен был, этот огурец. Вот он мне нужен был. По-моему, у тебя будет нормальная пицца, как это, вегетарианская пицца. Да мне не нужен 300 лет этот огурец пицца. Правда, сыр, это не совсем вегетарианство. Так что я даже не знаю, что у тебя за пицца получится. Я тоже не знаю, что у меня за пицца получится. Безмясная пицца это называется. Безмясная. Понятно? А у меня уже есть мяско, ненужные мне оливки. И вот кетчупом сейчас всё приправлю. Везёт, кетчуп у тебя будет. Да. Короче, это, оказывается, кетчуп ещё и непростой. Это кетчуп с халапенья. Закрой свой халапенью и давай намазывай. Если я закрою свой халапенью, то ты будешь одна до конца ролика Таратори. Своей халапенью. Фу, блин. Не, я, конечно, люблю огурцы, но я представляю, как они в микроволновке жарятся, воняют. Слышишь, это мои любимые огурчики вообще-то. Ты с ними поаккуратнее, и они очень острые. В свежем виде я огурцы люблю. Ну, то есть, в консервированном. Ну, то есть, вы поняли, без микроволновки. А то, что их зажарят там в микроволновке, это меня совсем не радует. Что любят жареные огурцы в микроволновке? Пишите. Не знаю, я не пробовал такое. Как это не пробовал? По-моему, пиццу готовишь, и тебе тут все попадает. А, да, было, 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 согласен. Воняло, она все куда. Согласен, я помню, не напоминай. Не напоминай. Слушай, это же надо под колбасу или сверху налить? Ингредиент третьим попался? Ну, да. Третьим. Наливай сверху. Ладно. Нельзя переставлять. Ладно. Слушай, она жесткая, что я так много наливаю? Откуда я знаю? Окей, я думаю, я справился. И я тоже справилась, смотри. Это не очень вкусно, но это красивенько. Я согласен, это очень красиво. Так, я наконец-то попала в один стаканчик. Это было что-то. Ты забрала мой огурчик? Я тебе этого не хочу. Короче, мне нужен вот тот помидор. Я без кетчупа, мне нужен помидор. Смотри, он там один стоит. Тебе нужно в него очень хорошо прицелиться. Так, еще два раза можешь выстрелить. Ты чего-то ела? Давай, у тебя осталось два раза. Два раза просто. Ты что, слышишь? Ты что творишь? Я приноровилась в помидорчик мой. Давай, слушай, а что тут осталось? Горчица, рыба и грибы. Ну? Я так очень вообще. Я не очень как бы хочу, даже грибы не очень. Но они, походу, тут самые нормальные. Ты все любишь пиццу с грибами. Да, я люблю пиццу с грибами, но это же, походу, сырые грибы. Смотри, там нарисовано сырые грибы. Ну, я тебе маринованные могу дать. Хорошо, тогда выбивай грибы. Нет, с рыбом. Нет, нет, выбивай грибы. Рыба. Блин, буквально в сантиметре пролетел. Блин, он в сантиметре летит, слышишь? В сантиметре. Так, тихо. Так, так, так. Не дыши тут, не дыши тут. Блин. Я же сказал, ну мастер, мастер взорвем. Все, идем делать пиццу. У меня вкусненький помидорчик. Ребята, четвертый раунд мне принес грибочки. Вкусненькие маринованные грибочки. Мастер лучник, я выбил себе помидор. Хотела помидор и выбила помидор. Я мастер, я зеленая стрела. Или кто? Кто с луком? Ты зеленый фонарь. О, зеленый фонарь. Чего я фонарь? Ну, потому что ты все профонарила. Нет, не зеленый фонарь с луком. Ты Робин Гуд. С луком у нас Робин Гуд. Нет, зеленый есть кто-то еще. А Робин Гуд отдает все награбленное бедным и нищим. Это что ты, бедный и нищий? Посмотри, сколько у тебя колбасы. Давай сюда кукурузку и сироп. И мои любимые огурчики. Давай. Ты видишь, я обеднел, у меня нету всего этого. Я зеленая стрела. Понятно? Где мой помидор? Короче, ребята, у меня нет кетчупа. Но у меня зато есть помидор. Он мне заменит кетчуп. Я даже, может, вот так сделаю. Вот так. О, у меня есть кетчуп. Слышишь, а у нас вилки нет? Нет. Нет, если ты хочешь помыть грязную посуду, можешь пойти помыть и взять все вилки. Я так буду до утра грибы вылавливать. Если ты имеешь что-то против, дай грибы мне, я их вылавлю для себя. Спасибо, но мне твоя помощь не нужна. У меня так все красивенько, так все ароматненько, так все пахнет. Но вот мяса не хватает. Сюда бы еще курочку. Ну или солянку даю. Не раздевай роток на чужую солянку. Мне солянка самому нужна. То у меня в пицце больше ничего толкового и нет. А что, ты их резать не будешь, что ли? А как же я их буду резать? Они же на ноже лежат. Как же я их на ноже разрежу? Понятно. Все, я справилась. Мне нужен второй нож, чтобы их разрезать. Я тоже справилась. Все, пошли выбивать себе последние ингредиенты. Надеюсь, тебе попадется горчица, и ты все ей сольешь. Все, что тут осталось? Сейчас все выйдет. Секунду. И что ты хочешь? Осталось горчица и рыба. И что ты хочешь? Ну, рыба как-то с колбасой не очень, и горчица тоже. Но мне кажется, меньше из зол здесь рыба будет. Потому что горчицу я просто терпеть не могу. Но пицца с рыбой... Слушай, ты должна была выбить. Слушай, горчица хоть не будет вонять в микроволновке. Ты прикинь, как будет вонять рыба. Блин, ну я горчицу не переношу. Ну, выбивай рыбу, ставь мне горчицу, потому что я хочу горчиц. Ты хочешь горчицу? Да. Ладно, я тогда выбиваю горчицу. Тихо, тихо. Сейчас попаду, сейчас попаду. Буквально сантиметр. Да моги. Есть, есть. Все, тебя ждала рыбка. Это хорошо, у меня как раз мяска не хватало в пицце. Что? А что это ты должна выбить его? А если я не выбью? Он же последний. Блин, ничего себе, вот это я чувствую, меня обманул. Как ты заказывала? Я выбил себе горчицу, но только потому, что не хотел выбивать себе рыбу. А у меня как раз же не хватало мяска. И рыбные пиццы существуют же, правильно? Люди ж любят рыбные пиццы. Ну, вообще да. Но я не знаю, я не такой человек, который любит рыбную пиццу. У меня вот здесь вот на 4 часа, ну, пицца на 4 часа, на 4 часа у меня маслины. И я туда нафигачу, ну, 4 часа, то есть 4 часа. И вот, вот это 4, 4 час в пицце, понимаешь? 4 час, вот он. И тут у меня на 4 часа маслины. И я туда нафигачу горчицу, а потом отчекрыжу этот кусочек, и у меня будет вкусненькая пицца с салями и моим любимым кетчупом. Ну, типа у тебя все продумано. И грибочки, грибочки у меня тоже любимые. Это классные грибочки. Типа у тебя все продумано, да? Это, видишь, я их даже специально не порезал, потому что я, ну, цельные грибочки. Как вот в шоколадках цельный орех, у меня цельные грибочки. Да, конечно, все продумано. Где горчица? Давай ее сюда, так и быстро. Блин, а у меня пожеванный тунец. Он попал. Ой, нет, нет, не надо, спасибо. Я с прошлого видео помню еще его запах. Прикинь, короче, огурцы будут вонять в микроволновке. И тунец. И тунец будет вонять. И тунец. Все, надо сбегать с кухни, короче. Слышишь, а это же не обычная горчица, это же фирменная. Да. Это та самая, которая мне понравилась. Помнишь? Помню. Я же сказал, что классная горчица. Я вообще горчицу не перевариваю, я ее не переношу. Ни на вкус, ни на запах, ни на цвет. Это твоя любимая, да, говоришь? То просто по сравнению с другими она была твоя любимая. Она, наверное, пропала в холодильнике у нас. Можно я щепотку добавлю? Потому что я боюсь, что она прожжет мне тарелку. Да, давай. Меня жалко тарелку. Слышишь, а мне такую вилочку. Не заслужил. На, породную вилку. Да я ее выделила. Да все равно горчицу не будешь есть. Ту сторону все равно ж не ешь. Это у тебя будет вонючая сторона на 4 часа. А что, ешь же такие пиццы, знаешь, на 4 части они делятся, и там все. Там вот разные вкусы. Ой, это вот эта пицца 4 сыра. Там, где вонючий присневелый сыр, вот тут части я обычно не ем. Очень вкусная пицца. Так вот, я настолько сегодня добрый, что вот этот вот кусочек на 4 часа я могу сегодня вот отрезать и просто, просто пожертвовать тебе. Обязательно. Вкуснее. Рогатгуд, да? Там сосредоточение маслин. Представь, после микроволновой печи на 4 часа у меня будет кусочек со сосредоточением маслин, обернутый в горчице под микроволновкой. И что еще? Ну, может быть, еще тебе грибочек там перепадет. А может, подожди. Нет, нельзя. Давай на 4 часа подвинем еще грибочек и еще колбасу давай подвинем на 4 часа. Слышишь, ну так так. И тогда я согласна буду взять тот кусочек. Так-то мы не договаривались. Ну, ладно. Хорошо, я одну колбаску сюда передвину на 4 часа, маслинки здесь с кучку и один грибочек. Хорошо. И горчица. Ну, и только чуть-чуть. Не знаю, как получится. Как получится. Смотри. Ого. Смотри. Ого. Смотри, здесь все будет в горчице сейчас. Смотри. Я вообще не понимаю, как ты кетчуп распределил? Посмотри, у тебя сухой корж. Как ты ездил так корж? А как? А как мне надо было? Его же распределяют по коржу, а у меня уже как бы... Ну и что? Надо было вот так вот мазать сверху. Ну, я просто покапал и все. Ладно, твоя пицца, делай что хочешь. Что я советы вообще раздаю? Что я лезу в твою пиццу? Так хватит горчицы. Ну, чтоб вкуснее тебе было. Я не буду есть это. Ну, ты попробуешь кусочек мой, который на 4 часа, а я попробую... Нет, я не буду. Я не буду свой пробовать. Там тунец все испортит. О, подванивает он, конечно же. Слушай, ну посмотри. Красивая. Согласен, красивая, но не очень пахнет. Ну что, мы еще посмотрим, у кого вкуснее будет после микроволновки. Давай зажаривать. Давай зажаривать. А для того, чтобы нам зажарить эти две пиццы одновременно, нам нужна двухъярусная микроволновая печь. У нас есть такая? Нет. И здесь надо было бы начать рекламу, но нам никто не платил. Поэтому просто будем сейчас зажаривать по очереди. Да. Кто первый? А двухъярусных и нет. Нет? Ну, я не знаю, не видела. Нет, вот так вот бы вот так вот засунули бы они. Да, было бы прикольно. И они бы пропеклись бы вместе. Ой, мы можем стакан поставить и так вот. Ну, на твою пиццу, конечно же, стакан плепится. Не надо на мою пиццу ставить. Да-да, я первая, я зажаривать свою. Нет, подожди, я первая. Слушай, ну я думала, вонять будет хуже. Чувствуешь, еще и нечего. Микроволновка, наверное, просто нейтрализовала неприятный запах. Ну, может быть, смотри, как сыр расплавился. И весь этот неприятный запах остался в микроволновке. И я свою пиццу делал после твоей пиццы. Значит, твоя пицца воняет рыбой? Теперь, наверное, моя воняет рыбой, да. Не знаю, посмотри, как расплавился сыр. И у меня теперь вместо кетчупа сыр все залил, прикольно. Немножечко твоя пицца все-таки подладивает. Ой, ну прям там. Ну что, пробуем? А моя пахнет. Во-первых, пахнет солямкой, пахнет вкусненьким перчиком халапенья. Она сухая. И пахнет грибочками. Но вот здесь вот я не нюхал. Я не хочу там нюхать. Там маслины и там горчицы. Я там нюхать не хочу. Кстати, да, вот этот кусочек, это тот кусочек, который у меня был на 4 часа. Теперь он на 12 часов. Все, давай мне этот кусок на 4 часа. Да, хорошо, хорошо, даю тебе кусочек на 4 часа. Нет, не подвигай. Итак, кусочек на 4 часа, он вот, вот. Он вернулся на свое прежнее место. Короче, все, пробуем. Слушай, мы такие. Че? Вот такие вот. Каждый раз я режу пиццу. У нас есть нож для пиццы. Да. Я вообще не понимаю, почему ты достала эти ножи. Каждый раз мы режем этими ножами. Давай. Вот нож для пиццы. Давай. Нам в комментариях уже писали, что это вы режете обычными ножами. Есть же нормальный нож. Так, давай мне нож, я отрежу тебе кусочек на 4 часа. Я сначала свою пиццу попробую, подожди. Подожди, подожди, но после твоей пиццы нож будет грязный, он будет весь в рыбе. Ну, тогда как хочешь, бери другой нож. Ладно, я отрежу кусочек тебе, который на 4 часа. Этим самым вытру нож об твой кусочек. На. Давай. Ой, тебе помидор попался. Подожди, ну сейчас я отрежу. Ладно, я пробую. Фу, воняет. Ребята, сырный соус пиццы возьмите на заметку. Это очень вкусно. Короче, рассказываю рецепты идеальной пиццы. Сначала корж промазываете кетчупом, потом сверху трете сыр, потом накладываете начинку и потом сверху еще раз засыпаете сыром. Просто это будет бомбическая пицца. Это очень вкусно. Так, смертельный номер, я пробую кусочек с рыбой. Давай, пробуй. Я тебе приготовил бомбус. Слушай, с рыбой ничего. А с рыбой ничего. Ой, пожалуйста, не говори в бою сторону. Ммм, с тунцом вкусная пицца, оказывается. Закуси маслидами. Кто-нибудь ел пиццу с тунцом? А ну скажите, пожалуйста, очень вкусно. Я прям, прям счастье нет предела, я с двумя пиццами. Я сегодня добрый, скажи. Ммм, у меня же вкусно. И давай, закусывай там, где побольше горчицы. Только потом, пожалуйста, не общайся со мной. Общайся только со зрителями и только через камеру. Потому что они этого не переживут. Так, у меня тут есть солянка. Я добавляю к ней грибочек. Добавляю к ней маслинку. В смысле? И вот так вот беру. Вот так вот. Ам. В смысле? Ты что, не собираешься кусать? Я не понял. Боже, что ли. Слышишь, почему-то у меня такое чувство, что меня здесь очень сильно дурят. Кто? У меня такое чувство, что меня очень жестоко обводят вокруг пальца. Кто? Где? Действительно. Где? Кто? Кто посмел? Вот эта дама, которая очень с неприятным запахом изо рта. Вот эта дама. Ничего подобного. А то нет, мне так уж и плохо пахнет. Все, настал черед попробовать мне свою пиццу. Посмотрите. Одна колбасинка, один грибочек и сухой корж. Вообще ни о чем. Вообще ни о чем. Ты знаешь, я не против хлебушка поесть. Ничего страшного. Вообще ни о чем. Я считаю, что я выиграла в этом челлендже. У меня пицца, во-первых, вкусная. А во-вторых, у меня кусок чужой пиццы. И вообще где-то видно. Я выиграла. Когда такое было вообще? Ну не знаю. Если по-твоему выиграть, это означает ходить весь день и вонять с вонючим ртом. То я как бы согласен. Окей. Пусть лучше у меня будет не вонючий рот. Пусть я проиграю. Но это самое главное. Чтобы у меня не было вонючего рта. Ну что ты не понимаешь в пиццах? Говори в ту сторону. Вот в ту сторону. Вот туда говори. Куда? Ой, дамочка. Пойдешь потом чистить зубы. После этого видео. Все, кусай. Ой, где-то мне чего кусать. Абсолютно. Эй, стопай. Зань, ну так не честно. Ну, не собирался закусить. Вообще-то очень вкусно. Солянка. Ой, смотрите, и кетчуп. У тебя, считай, бутерброд. У тебя просто хлеб, колбаса и грибочек. А, грибочек тебе не достался. Я его сожгала. Грибочек я бы хотел сейчас почувствовать. Грибочек, но мне его не досталось. У тебя просто бутерброд. А у меня супер-пупер-мега пицца. Это не просто бутерброд. Это бутерброд из микроволновки. А значит, значит, это пицца. Это горячий бутерброд. Не знаю. Эта пицца напоминает вкус пиццы. В общем, ребята, у меня тут такой лов. Такой лов, сколько у меня еды на сегодня еще. А у тебя там чего? Там бутербродик? Такое. Я сейчас чаю наколочу, когда ем эту пиццу. Правда, огурцы повыковырю, потому что, ну, они не очень. А рыбка мне прям зашла. Пишите в комментариях, кто любит пиццу с морепродуктами. И вообще, напишите, какая ваша пицца любимая. Нам очень интересно, так что пишите, мы почитаем. В общем, будем прощаться, потому что я уже хочу чаю наколотить и все это сожрать. Альфик уже все жрет. Им вообще никогда прощаться, я смотрю. Хоть бы лайк попросил. Ребят, поставьте, пожалуйста, лайк. Мне все-таки с ней еще сегодня... Ай! Мне еще с ней жить сегодня весь день в одной квартире. Она с немытым ртом. С каким немытым ртом? После тунца. Нормальный тунец. И после горчицы. Нормальный тунец. И после масли. Все нормально, все вкусно. Алло. Мне за эти мучения поставьте, пожалуйста, лайк. Ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Колбасинка лишняя! Слышишь? Подписывайтесь и до встречи в следующем видео. Пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok